Добрый день, друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем канале RedFox Outdoor. И сегодня у меня для вас отличная новость. Наконец-то во все наши магазины поступили ветрозащитные куртки Мунар и Винсон. Это хиты наших продаж в весеннее, осеннее, летнее время. И вот почему. Во-первых, в этих куртках оптимальное сочетание цены и качества. А во-вторых, технические характеристики этих курток удовлетворяют самые разнообразные потребности заядлых походников и путешественников. Казалось бы, на первый взгляд эти куртки очень похожи, но на самом деле у них есть свои изюминки и отличия, о которых я вам сегодня расскажу. Так чтобы, выбирая какую-то модель, вы точно знали, для чего она вам и в каком походе пригодится. И, кстати, обязательно смотрите видео до конца, потому что в конце вас ждет промокод. Итак, обе куртки из трехслойного мембранного материала DryFactor. DryFactor — это мембрана, которую разработали ученые Тайваня и Япония специально эксклюзивно для компании RedFox. То есть эти куртки полностью не пропускают влагу и абсолютно защищают вас от ветра. Но в то же время у них есть свои особенности и отличия. Итак, вот эта модель Jinssen. Есть такая мужская и женская модель. В чем ее особенности? Эта куртка разрабатывалась специально для альпинистов и серьезных горных походов. Почему? В первую очередь из-за особенностей ее конструкции. Куртка — это так называемый силуэт Атлетик Фит. То есть она достаточно плотно прилегает к телу. Как я уже говорила, у обоих курток мембрана DryFactor, у этой куртки мембрана 10 на 10. Это очень хороший, высокий показатель. Кроме того, у этой куртки достаточно плотный материал, что специально рассчитано на долгое ношение рюкзака и защитит от истирания проблем на места, такие как плечи от лямок и в области талии при ношении обвязки или пояса рюкзака. Она укорочена и обратите внимание, что у нее боковые карманы достаточно высоко расположены. Все это сделано для того, чтобы при работе в обвязке на каком-то альпинистском маршруте вам было комфортно. То есть карманы находятся выше для того, чтобы, находясь в обвязке, у вас был доступ к ним. Куртка укороченная также для того, чтобы, двигаясь в обвязке или совершая восхождение по какому-то стенному маршруту, куртка не сковывала ваше движение и не мешала поднимать ноги. И она более узкого силуэта также для того, чтобы не мешала вам во время движения. Кроме того, у этой куртки большой капюшон, который регулируется по объему и сзади вертикально. И кроме того, что вы его можете легко надевать на шапку, он еще совместим с каской. А ламинированный козырек дополнительно у вас защитит от попадания дождя в глаза во время работы на маршруте. Из, казалось бы, банальных, но в то же время необходимых вещей для каждой хорошей куртки. Здесь центральная влагозащитная молния и влагозащитные молнии на карманах. Регулировка по низу куртки и по манжетам. И удобный внутренний карман для мелочей. А также все швы проклеены и регулировка в области подмышек. Такая замечательная куртка. Следующая куртка, с которой я хочу вас познакомить, это модель MUNAR. Также в женском и мужском исполнении она есть. Здесь мембрана dry factor с показателями 20 на 20 тысяч. Для чего это нужно? Куртка, в принципе, создана в концепции Fast & Light. То есть она очень легкая и рассчитана на длительные пешие походы, восхождение или трекинг, но не совсем подходит для альпинизма. Поскольку предполагает, что вы в этой куртке будете много и активно двигаться, ей нужен нижний показатель 20 тысяч по влагоотведению. И, соответственно, верхний показатель тоже должен быть не меньше 20 тысяч, чтобы обеспечить максимальный комфорт и защиту от влаги. Поэтому здесь показатели 20 на 20, в отличие от предыдущей куртки. Но при этом материал здесь тоньше. И если вы предполагаете как раз длинные переходы с тяжелым рюкзаком, то эта куртка отлично подойдет. Эта куртка весит всего 310 грамм. Это для мужского размера М. В отличие от куртки Винсон, которая весит 470 грамм. И на самом деле при длительных походах это очень важно. Кроме того, для того, чтобы максимально облегчить эту модель, здесь были убраны вентиляции в области подмышек. Но внутренние карманы боковые сделаны с сеткой, а не с плотным материалом, как в Винсене. То есть, если вам нужна вентиляция, то вы просто расстегиваете боковые карманы и воздух отлично циркулирует. Вам не жарко. Также обратите внимание, что эта куртка более широкого силуэта. Она длиннее, чем куртка Винсон. И карманы здесь также расположены ниже, потому что нет необходимости совмещать эту куртку с ношением обвязки. Также есть большой капюшон. Он регулируется только в одном направлении. И удобная петелечка сзади, чтобы можно было повесить куртку, придя куда-то в помещение. И опять же повторюсь про те самые банальности, которые жизненно важны для любой хорошей куртки. Это проклеенные швы. В принципе, их видно вот все изнутри. Это также влагозащитные молнии, как центральная, так и на карманах. Это регулировка по низу изделия и также регулировка на манжетах. И что еще хочется сказать про эту куртку, что помимо ярких цветов, которые хочется носить в походе, она есть вот в таком сером исполнении. И прекрасно может подойти для того, чтобы одеть ее в городских условиях и чувствовать себя комфортно в любую погоду. Вот. Я надеюсь, что все отличия вы усвоили. И теперь без труда сможете выбрать ту куртку, которая нужна именно вам для ваших восхождений. Если что-то забыли, можете посмотреть видео еще раз. А я вам напоминаю, что был промокод. Вот он внизу. Поэтому промокоды вы можете получить скидку 10% на эти великолепные куртки до конца июня. Где их можно купить? Их можно купить в магазинах внизу по ссылке в описании. А у меня на сегодня все. Всего хорошего и до новых встреч!